Какие прически сегодня в тренде? Мы решили выяснить, как говорится, из первых уст. Да, сегодня у нас в гостях стилист Ярослав Масленников. Доброе утро, Ярослав. Доброе утро. Ну что же, вот все-таки поговорим о трендах. Действительно ли косы и седина сейчас, что называется, на волне? Ну, по поводу седины, трудно сказать. Если мы говорим о цвете, как таковом, пепельном, то он сейчас один из модных цветов. Короткие стрижки женские, если сделать какие-то пепельные нюансы, они подчеркнут стрижку и будут выглядеть очень модно. Ну а косы? Про мужские прически, да? Мужские прически, мужской пучок. Он достаточно моден сейчас. Эта прическа представляет собой выбритые виски и, соответственно, длинные волосы собираются в пучок. Выглядит это достаточно модно, брутально и очень интересно. Так это каждое утро просыпаешься и... Все просто. Все просто, абсолютно. Это не тот пучок, как вот у себя. Там по-другому. Это мужской пучок. Мужской пучок другой, да? Вы встаете, моете волосы, собираете все в пучок и все готово. Да? Ну ладно, возможно. Попробуйте, Екатерина, мужской пучок. Нет, я виски себе точно не буду. Слушайте, ну а откуда вообще вот эта вот мода берется? Я как понимаю, раньше были в тренде длинные волосы, сейчас они не в тренде, начали собирать в пучок. А почему не отрезать просто? Мужчины сейчас следят за модой очень активно и очень интенсивно. Вообще есть, по-моему, салон цель для мужчин, да? Конечно, сейчас появляется очень много мужских салонов, так называемых барбершоп. И есть определенные тренды на мужскую моду. Это борода, это короткие стрижки. А кто вообще задает вот эту моду? Мир. Мир? Мир тенденции. Мир моды. Подиум, да. Все идет оттуда, наверное, от моды. Но я так думаю, что от сезона это тоже, наверное, зависит? Конечно, он периодически меняется. Зимой это шапки надеваем? Ну, в Москве достаточно тепло, поэтому, мне кажется, можно ходить и без шапки. Ааа, можно заболеть, надо голову беречь. Мне кажется, голову надо в тепле всегда держать. А хорошо, мужские, вот смотрите, в Грузии афрокосы, да? Вот если взять, допустим, Россию, у нас что, женщины, помимо седины? Есть какие-то стрижки, возможно? Кто-то проснулся, встряхнул головой и пошел. Вы знаете, мне кажется, у женщин они достаточно консервативны. Я считаю, что они все-таки больше внимания уделяют цвету волос. Сейчас появляются модные тенденции в окрашиваниях, такие как амбре, балаяж, шатушь. Вот давайте подробнее. А вот сейчас мы видим, это как раз таки вот оно, наверное, и есть, да? Амбре. Да, это как раз одна из моих работ, это переход от более темного цвета к более светлому. Вот, это то, чем я занимаюсь и на чем специализируюсь, поскольку я занимаюсь колористикой. А это не вредно? Послушайте, волосы не выпадут после этого, это же осветление, нет? Ну, вы должны понимать, что если вы хотите стать посветлее или блондинкой, что это... А есть какие-то менее безвредные способы, допустим, от брюнетки к блондинке перейти? Более. Сейчас такое существует? Перекись ударов. Да нет, я не про это, о чем вы? Нет, ну конечно, если мы переходим от блондинки к брюнетке, то мы используем осветляющие продукты, конечно, без этого не так. То есть без повреждения волоса никак это невозможно? Ну, волосы не повреждаются. Как? Мне кажется... Сейчас мы живем в 21 веке, появляется куча препаратов. В общем, я могу сегодня быть блондинкой, завтра брюнеткой, ну хорошо, ладно, через месяц. И у вас все будет отлично. Да? Конечно. Сходи к Ярославу. Хорошо, Ярослав, спасибо вам огромное, что вы к нам пришли, напоминаю, что мы беседовали со стилистом Ярославом Масленниковым.